МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Классический оппозитор, собака на сене. Очень простой вопрос. Что это? Классический опериет, как мистер Икс, скажем? Это мюзикл или это, есть еще такой термин, глобальный музыкальный проект? Это не такой уж глобальный музыкальный проект, это и не опериет. Это, скорее, все-таки, на мой взгляд, по жанру, это все-таки мюзикл. Но, вы знаете, сегодня, если так можно сказать, сегодня очень модно это такое направление в музыке, это кроссовер, соединение различных жанров. И вот в этом мюзикле мне удалось сделать соединение различных музыкальных жанров от народной испанской песни до рок-музыки, от каких-то плесовых до практически классической опериеты. Даже плесовых? Ну, вот таких вот в испанской стиле. Ну, да, да, естественно, мне пришлось сделать стилизацию. В общем, я прослушал очень большое количество народной музыки испанской. И вот что-то родилось свое на основе вот этого. И даже какие-то испанские инструменты? Вы знаете, как ни странно, испанский народный инструмент, самый главный, это гитара. Безусловно, да. И у нас так сделано, что заслуженная артистка России Татьяна Константинова, очень талантливый режиссер, который тоже посвятил свою жизнь театру Апереты, она ввела гитариста как отдельную, так сказать, такую вот роль. Парень-гитарист играет на сцене. Он там все время присутствует, как бы олицетворяя собой и Испанию, и души основных героев Дианы и Теодора. А Теодора инструмент будет держать в руках? Или достаточно будет вот этой гитары? Вы знаете, все-таки Теодора как главный герой, скорее всего, он, наверное, не будет держать инструменты в руках, но там исполнители в этом мюзикле, в этом театре, талантливые молодые ребята, это Леонид Бахталин, это Павел Иванов, который здорово справляется с этой ролью, и равнодушными, я надеюсь, не оставит никого. А из актрис, ну, я преклоняюсь просто перед талантом Елены Зайцевой, народной артистки России, которая перепела действительно в этом театре, наверное, все самые главные партии, главные роли сыграла. И в «Собаке на сене» она играет замечательную роль Дианы, и дублеж ее, Василиса Николаева, тоже здоровая работа. Вы знаете, у нас двойной состав. Ну, это так должно быть, конечно. Ну, и вы знаете, самое удивительное, что получается как бы два разных спектакля, вот несмотря на одинаковость музыки. Но это не редкость, это как раз скорее правило, чем исключение. И еще я хотел бы поблагодарить вот замечательного директора театра Владимира Тартаковского, который... Владимира Сидоровича, да. Да, я очень его уважаю, и за то, что вот он рискнул, так сказать, вот поставить такой-такой спектакль. Я не знаю, какой там риск, у него такой охотничий, натренированный нюх. Мне кажется, что почти, ну, или всегда безошибочное попадание. Ну, вот собака, да, вот собака на сене тоже... Здесь есть все три составляющие. История узнаваемая, любимая, страсти, антураж, вот музыка. Ну, вы знаете, что я сам про себя говорить не буду, это надо прийти и послушать. Мне кажется, что что-то получилось. Потому что для меня самое... Вот моё кредо в такой большой форме, в оперной музыке, это всё-таки, чтобы человек выходил и как после опер Верди насвистывал какие-то мелодии. Я помню, что у Елены Зайцевой есть роль мистер Икс, и это Теодора, да? Это совершенно верно. Это Теодора. Здесь она Диана де Бельфлёр и её возлюбленный Теодора, секретарь. Она не знает о том, что он с блестящим совершенно, так сказать, дворянским происхождением. Ну, эта история, в общем, всем известна. Ну, это вопрос, дворянским ли он происхождением. Или Тристан это всё подстроил. Всё подстроил, да. Ну, видите, я всегда думаю о людях лучше, чем они есть на самом деле. Самое удивительное, что ведь был снят фильм замечательный, комедия. Конечно, конечно. Но удивительная вещь. Дело в том, что так получилось в моей жизни, что я до написания музыки «Собаки на сене» не видел этот фильм, понимаете? И не слышал этой музыки. И мне было жутко интересно написать. Я специально потом себя уже сдерживал и смотрел этот фильм. И только после того, как я написал эту музыку, я посмотрел фильм, послушал замечательную музыку Гладкова. Вот я как раз, видите, через Елену Геннадьевну Зайцеву хотел вырулить на следующий момент. Это счастливая возможность, когда композитор, свежеиспечённая музыка, не Имре Кальман, которому вопросы можно только задавать, знаете, такие метафизические, а здесь, может быть, посетовать, сказать, не могу, вот здесь вот дом мне не взять, понимаете, этой октавы, можно ещё поднять на октаву выше. Ну, вы понимаете, да? Да, 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 я понимаю, что вы хотите сказать. Но дело всё в том, что когда начинаешь ставить спектакль с режиссёром, я присутствовал практически на всех репетициях, мне было очень интересно вообще, как происходит вот этот процесс. Он всегда волшебный, для меня какое-то вообще загадочное, космическое действие происходит, как из ничего начинает, начинает рождаться вот этот спектакль. И, конечно, пришлось пристраиваться и по тональностям, и по характеру работать с актёрами. Я своим композиторским голосом пытался что-то изобразить. Они меня, ну, улучшали то, что я им пытался изобразить. И вы знаете, Елена Зайцева настолько талантлива, что она настолько облагораживает вот те мелодии, те музыкальные идеи, которые я ей вот давал. Просто с ней работать одно удовольствие. Я говорю абсолютно искренне. И мне вот в этом плане с Еленой Зайцевой очень повезло. Это правда. Я вас хочу спросить о ваших музыкальных пристрастиях. И не в жанре оперетты, а в жанре большой и даже, скажу так, мировой оперы. Это вы вагнерианец или, скорее, итальянец, Верди, Пучини. Вы знаете, я вам могу сказать честно. Я не могу себя отнести к музыкантам, к любителям даже, может быть, музыки, которые были приверженцами, как вы сказали, Вагнера или Пучини. И, вы знаете, мне нравится классная музыка, хорошо очень написанная, аранжированная. И, не знаю, я могу бесконечно долго слушать, не знаю, там Чоу-Чоу-Сан, например, понимаете. В то же время там умираю от Кармен или там... Я считаю, что Кармен вообще опера-опера, вот для меня, по крайней мере, понимаете. Я видел бесконечное множество постановок, там, Товский, например, да, и тоже нравится. То есть я не могу себя отнести к категории, как я не музыковед, я живое существо такое, понимаете, которое вот... А безвозвратно ушли те времена, когда, допустим, итальянская песня была фактически... Между большой оперой и итальянской песней стоял знак равенства. Просто песня это был сверхконцентрат гениальности и талантливости и поэта, и композитора. Вот сейчас разрыв все больше и больше увеличивается. Есть абсолютная эстрада, в том числе грандиозные, совершенно фантастические танцевальные вещи. И есть классический жанр, у которого огромное море замечательных поклонников. Но армия все-таки непоставима. И вот эта пропасть будет увеличиваться? Вы знаете, что? Дело все в том, что сегодня настолько огромен диапазон вообще всей информации, в том числе и музыкальной эстетики, потому что каждый композитор в эпоху постиндустриализма, понимаете, он может позволить себе писать просто в классическом, так сказать, амплуа, а может позволить себе в авангарде что-то делать и так далее. Вы знаете, более того, я член экспертного совета в Театре Ставислава Кономировича Данченко, и нас пригласили как экспертов на прослушивание современных опер. Таких маленьких, небольших опер, ну буквально там некоторые по 5-10 минут. Мы прослушали 8 опер молодых авторов. И это было интересно. Но там было все. Да, и там были не только композиторы и сами актеры, но еще и молодые режиссеры, которые поставили вот эти. Много любопытного. Понимаете, много каких-то эффектов, но за этими эффектами я лично не услышал музыки, понимаете. Вот вроде какие-то шепоты, много ритма, много всего. Я все-таки приверживаю, может быть, не знаю, с возрастом мы становимся консервативнее, не знаю, я приверживаю все-таки мелодии и то, о чем вы сказали. Именно, что вот, например, итальянская песня, которая действительно... Ну, неаполитанские, да? Да, да, безусловно. Это, наверное, так же, как старое итальянское кино, это, я считаю, что это и старый Голливуд, например, и даже старое советское кино, это, наверное, лучше, что было на сегодняшний день в кинематуре, на мой взгляд. Я не навязываю свое мнение, но мне так кажется. Но не зря современные ребята, в том числе рэпера, используют в качестве, вот там есть наговор, да, вот это вот словесный, вербальный, а дальше, где женский голос обычно включается, это от Бородина и заканчивая какими-то... Совершенно верно, да. Мелодия нужна. Мелодия – это идея, понимаете, и никто ее никогда не отменил и не отменит. Мы пройдем сейчас вот этот, я имею в виду мы, это все человечество, мы пройдем сейчас этот этап ритмический, я так надеюсь, и будет возврат наверняка опять к чему-то красивому, красивым мелодиям. Я просто, я жду этого, даже так скажем. Оркестр имени Юрия Силантьева, 60 человек там, да? Сейчас 60 человек. Но вы очень часто соприкасаетесь на эстраде с лучшими образцами советской песни. А в чем феномен? Казалось бы, довольно жесткие условия, шаг влево, шаг вправо, а люди писали поразительно искренние песни, поразительно. Ну вы знаете, что об литературе разве не так? Ну да, искусство рождается в борьбе, да, так сказать, крепнет в тисках и так далее, и гибнет на свободе. Я вам скажу, в чем дело. Помимо талантливых, действительно, людей, которые, талантливых композиторов, которые сочиняли эти песни, они были все очень неплохо образованы. Подчас, ну, например, мой учитель Александра Николаевна Пахмутова, перед которым я всячески преклоняюсь, она с блеском закончила, там, ЦМШ, а потом она закончила консерваторию, понимаете, у Шеблина, между прочим. Или мой старший друг Евгений Павлович Крылат, который тоже закончил класс композиции, понимаете, в консерватории. То есть они были все очень, так сказать, очень хорошо обучены. С другой стороны, как ни странно, я скажу сейчас, может быть, кто-то в меня что-нибудь кинет, но советская власть очень хорошо относилась к музыкантам, к деятелям культуры. Понимаете, хотелось бы, чтобы сегодня тоже, вот, хоть немножко на нас обратили взор, и музыканты, люди, которые посвятили свою жизнь музыке, заканчивая консерваторию, музыкальное, так сказать, учебное заведение, попадая вот в оркестр, в оркестры, получают очень маленькую заработанную плату. Это чудовищно. Очень жалко. Ну, ваш оркестр, боюсь, не может похвастаться какими-то высокими окладами, да, среди музыкантов. К сожалению, нет. К сожалению, не может. Но при этом конкурс есть в оркестр? Вы знаете, конкурс очень большой, к нам просится, потому что мы играем, я даю возможность музыкантам сыграть хорошую музыку, интересную. Мы играем не только советскую песню, мы играем и популярную классику, мы играем какие-то лучшие образцы и зарубежной, так сказать, музыки, и не только эстрадной, и не только популярной. Это не только попса, это не только популярный жанр. Это и те же самые мюзиклы, и рок-оперы, и у нас оркестр, в общем-то, очень всеядный. То есть сидят настоящие академические музыканты, которые закончили, так сказать, высшее музыкальное заведение. Все умеют играть, и все обучены. И мы можем сыграть от симфонии до любой танцевальной песни. Но вот «Собака на сене» музыка к мюзиклу вы опробовали в своем сначала оркестре? Вы знаете, практически нет. Кое-что, совсем мало, потому что так получилось, что я очень долго работал над партитурой. И я вот уже почти два года, как я, так сказать, работаю. Я еще, точка еще не подходит. То есть даже сейчас, уже вот через несколько дней, можно сказать, будет премьера, все равно еще какие-то корректировки идут, потому что приходят какие-то идеи по улучшению. И напоследок, чуть-чуть просто сориентируйте. Это два отделения, это три часа. Как это? Вы знаете, что это два акта, примерно в районе, каждый акт в районе часа, примерно. То есть это два часа. Концентрированные истории музыкантов. Вы знаете, очень много, да, то есть там очень мало таких диалогов, которые без музыки. В основном под музыку очень много идет, и очень много арии различных. Арии, песенок, веселых, лирических, ну разных совершенно. Вот. То есть я вас, во-первых, искренне приглашаю вас, и я приглашаю тех, кто нас смотрит, может быть, тоже захотят прийти. Я надеюсь, что никто не пожалеет. Спасибо вам большое. Замечательная история. Дай бог, чтобы она прекрасно себя чувствовала и процветала на сцене Московского театра «Оперетты». Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. Александр Клевицкий сегодня в главной роли. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова